91% украинцев называют себя христианами. В то же время в школах до сих пор преподается теория эволюции. Насколько актуален или даже, скажем так, опасен атеизм в Украине? Сегодня именно это будет темой нашего разговора. Вместе со мной в студии ученый-креационист Сергей Леонидович Головин. Он является пастором и богословом, а также руководителем апологетического центра. Мой первый вопрос. Чем сегодня занимается Ваш центр? Вы что-то издаете, что-то обстаиваете, пишете? Основное предназначение нашего центра – это оснащение верующих для эффективного благовестия. Для сокрушения тех твердынь, которые мешают людям прийти ко Христу. И мы это делаем разными способами. Мы проводим семинары, тренинги, учебные курсы. Издаем литературу, распространяем видео и аудиоматериалы. Ведем работу в социальных сетях. То есть все, любые подходы, которые мы способны практиковать, на которые у нас есть ресурсы, и которые востребованы церковью, мы все к ним прибегаем ко всем им. Сергей Леонидович, Вы стараетесь помочь верующим доказать миру, что Бог существует. Насколько это актуально в христианской Украине, где более 90% считают себя верующими? Во-первых, нужно понимать, что сам факт того, что Бог существует, весьма ставится под сомнением не только людьми, называющимися верующими, но и называющимися неверующими. У нас в Украине интересный феномен. То есть принадлежность церкви, быть верующим, это элемент социальной самоидентификации. И даже не то интересно, что все люди считают себя верующими, утверждают, что Бог существует. 15% людей, которые называют себя неверующими, при этом на вопрос, существует ли Бог, отвечают, Бог существует. То есть Бог существует, а я в него не верю. То есть самоидентификация вот такая интересная. Я украинский православный неверующий, и остается только вот... И такое бывает уже. Да, но это я уже подвожу итоги этой статистики. То есть несогласованность фактов. Период коммунизма приучил нас к такой мировоззренческой шизофрении. Например, Украина находится среди стран, в которой наименьшее количество активистов, выступающих за аборты. И с другой стороны, в количестве стран, в которых наибольшее количество совершается абортов. И это общее для всех постсоветских стран. То есть, с одной стороны, у нас мнение одно, а практика совершенно другая. Мы должны понимать, что воинственных атеистов действительно не так-то много. И с появлением Фейсбука они все в основном ограничиваются написанием и критикой постов там, потому что на открытые дискуссии уже давно они не выходят. Но проблема в том, что атеизм – это лишь одно из проявлений самой древней религии на земле, религии гуманизма, когда сатана обещал людям, что вы сами будете как боги, будете сами решать, что хорошо, что плохо. И вот это главная проблема, что большинство людей продолжает жить, даже идентифицируя себя с церковью, так, как будто бы они сами господа своей жизни. Я сам себе господин. Я решаю, что хорошо, что плохо. Поэтому бог мне полезен. Я к нему обращаюсь в трудные минуты. Я к тревогу тогда бога. А когда все в порядке, то я вполне справляюсь сам, я сам себе хозяин. Ну вот какой процент таких людей в Украине? Тут трудно говорить, потому что последние исследования, которые мы проводили, мы проводили несколько лет назад, и динамика меняется. И меняется она и в связи с распространением материалов наших, но и в связи с политической ситуацией, когда идентификация с той или иной церковью тоже необходимо принимать во внимание. Но, нужно сказать, что из людей, которые идентифицируют себя как верующие, людей, у которых есть реальные отношения с богом, ну, по самым, наверное, оптимистическим прикидкам, процентов 10 максимум, хотя, скорее всего, гораздо меньше. Мы должны понимать, что, опять же, Украина, как и большинство бывших советских республик, они входят в число наиболее грамотных стран в мире. У нас же было принудительное среднее образование. И ООН считает рейтингом грамотности, грамотность женского населения в возрасте старше 12%, только в Украине это 99,4%. То есть, среди наиболее грамотных стран мира. Украина, Россия, Беларусь. И Украина имеет глубокие христианские корни. То есть, сегодня найти человека, который не слышал бы в Иисусе, в принципе, невозможно. Проинформированы все. Но проблема в том, что много информированных, мало трансформированных. А как вы думаете, атеизм прогрессирует в Украине или прогрессирует, наоборот, вера в Бога? Я бы не стал даже пытаться как-то это следить, потому что вера в Бога – это, в конечном итоге, личные отношения человека. И статистика, она говорит лишь о том, как человек себя идентифицирует, как он себя позиционирует. Не более того. Но, должен сказать, что грех, живущий в человеке, он, в общем-то, дает себя знать. И многие люди, которые ходят в церковь, продолжают жить, как будто бы их жизни Христос не коснулся. С другой стороны, среди неверующих людей, огромное количество людей порядочных. И даже некоторые заповеди, знающие, почему-то начиная с пятой всегда, не раньше этого. Как апостол Павел говорил, что язычники, не имея закона, по природе законное дело, Бог создал нас, чтобы мы жили таким образом, поэтому по внешним признакам это точно так же трудно определить. Тут наша задача – это быть светом, быть солью, распространять эту информацию, оснащать верующих для эффективного благовестия, чтобы они были свидетелями. Сегодня, к сожалению, часто верующие пытаются подменить вот эту роль свидетельства, роль быть пророческим голосом в обществе, желанием там протащить законы, которые будут запрещать людям грешить. Но сам Бог дал людям эту свободу грешить или следовать за Ним, и никакие законы не помогут. У Израиля был самый лучший закон в мире, самим Богом данный, и все равно Израиль продолжал грешить. То есть вы не сторонник того, чтобы на законодательном уровне запрещать людям грешить? Ну, я, во-первых, не сторонник, потому что это не соответствует Библии, а с другой стороны и практика такая была, допустим, та же самая Кальвинская Женева, когда законодательство приводилось в соответствии с Божьими требованиями, Божьими заповедями. Но внешний нравственный консенсус был лишь ширмой для лицемерия и эффекта не давал. Сергей Леонидович, вот вы являетесь автором целого ряда таких интересных, я думаю, и увлекательных книг по креационизму. И в то же время в Украине до сих пор в средней школе преподается теория эволюции, как основная теория возникновения мира. Почему не преподается вот этот материал? Целый ряд причин в этом. И одна из главных причин – это наследие пропаганды коммунистической, которой промыты мозги, как минимум, у всех практически в системе образования. То есть учителя, учителей тех людей, которые учат сегодня, никогда ничего другого не слышали. И, к сожалению, христиане, которые начинают постигать основы креационизма, зачастую тоже действуют безграмотно, непрофессионально. То есть он увидел свет, и теперь он думает, что он может этот свет показать всем. В то время как у людей, как Писание говорит, что человек, познав истину, начинает подавлять ее неправдой. И, например, христиане начинают выступать за распространение креационизма, утверждать, что креационизм – это наука, а эволюционизм – нет. В то время как эволюционисты говорят, нет, эволюционизм – наука, а креационизм – не наука. И поскольку на их стороне большинство, они своим мнением задавливают. В то время как нужно очень четко понимать, креационизм – это не наука, и эволюционизм – это не наука. И то, и другое – это мировоззрение, в контексте которых рассматриваются научные факты. То есть и те, и другие смотрят на одни и те же научные факты. Но их выводы из фактов разные, потому что они исходят из разных предпосылок. Поэтому варианта два. Либо школа должна преподавать факты в голом виде, что в принципе невозможно. Потому что факты без интерпретации особо не назидают. Либо школа должна преподавать факты. Фактов учебника, как у моего количества. Но говорить как о возможности их эволюционной, так и о возможности коррекционной интерпретации. И дети на самом деле гораздо лучше чувствуют, что есть правда, что неправда. Многие христианские педагоги на самом деле уже практикуют это в своей практике. В особенности используют наши материалы для школы. И если эволюцию они вынуждены преподавать по программе, то креационную интерпретацию они добавляют в свободное время или факультативно. И таким образом воздействуют на сознание будущего поколения. Ну а вот когда вы защищали теорию творения, теорию креационизма. Какие самые трудные вызовы были? Со стороны атеизма, с чем приходилось бороться? Для меня самая большая проблема как раз была не со стороны атеизма. То есть тут атеизм, он лишён фундаментом. Потому что как может атеист вообще, если он считает, что его собственное сознание – это набор случайных процессов, приводящих к появлению его мозга, то как мы можем ожидать какие-то реальные выводы из случайных процессов? То есть тут уже проблема, и это лишь так, это поверхностный ответ, потому что огромное количество проблем содержит в себе сам атеизм. Начиная с того, что он пользуется элементами логики, стоит вопрос, откуда возникла логика. Он ссылается на вопросы этики существования зла в мире. Он стоит вопрос, откуда мы знаем, что такое зло. Самые большие вызовы на самом деле, что многие христиане не видят важности библейского фундамента. То есть то, что Бог сотворил мир, мир сотворил он был хорошим весьма, и все проблемы, которые сегодня существуют в мире – это результат грехопадения. Христиане, они как-то, в общем-то, не критически оценивая факты, умудряются совмещать в своём сознании и эволюционизм, и креационизм, не понимая, что на самом деле это подрывает самые основы христианства. Ведь какую бы либеральную теорию мы ни взяли, теория «день век» или теория «разрыва» при толковании книги «Бытия» или прочее, всегда мы будем упираться в один и тот же вопрос – существовала ли смерть до грехопадения? Если смерть существования до грехопадения, а потом будет воссоздан мир снова в таком же виде, как он был до грехопадения, то встаёт вопрос, в чём тогда суть искупления Христова, в чём мысль его жертвы. То есть христиане сами понимают, не понимая, что идя на компромисс, они подрывают фундамент собственной веры. Многие христиане всё-таки верят в частичную теорию эволюции, насколько я знаю. Даже Папа Римский, по-моему. Папа Римский находится в трудной ситуации, потому что один из его предшественников с кафедры заявил, что католическая вера не запрещает исследовать эволюционное происхождение тела человека, лишь бы только не трогали идею про душу. Тут уже отдельный вопрос о влиянии философии Платона на римскую доктрину, что душа – это нечто независимое от человека, потому что Библия учится человека как индивидууме, то есть само слово «индивидуум» значит «неделимое», то есть соединение человека во всей полноте. И она не говорит, как в языческих учениях, автономном самостоятельном существовании душ, а говорит о воскресении мертвых. В конце концов, в христианском символу вере сказано «чаю, воскресение мертвых, жизни будущего века». Это воскресение в теле, в единстве тела и души, и духа, то есть без каких-либо разделений. Но то, что Папа сказал с кафедры, уже нужно считать как официальную доктрину, приравненную к Библии, и им приходится крутить. Дело в том, что Папа это сказал в 1950 году, и только лишь в 1953 году была раскрыта фальсификация спилдаунским человеком, который был единственным таким серьезным доказательством возникновения человека из обезьяны. Через три года после этого заявления Папы выяснилось, что все это время в школах преподавали реальную ложь. Во всех музеях были экспозиции, которые пропагандировали ложь. Это был научный подлог, о котором уголовное дело до сих пор не закрыто. Но Папа уже сказал слово «не воробей». Вот вылететь не поймаешь. Христиане пытаются идти разными путями. Наиболее распространенной у нас в свое время была теория разрыва, потому что между первым и вторым стихом Библии есть разрыв, который входит и миллионы лет, и гибель динозавров, и падение Люцифера. Проблем в этой теории много. Например, мы должны понимать, что изначально в Библии не было стихов и глав, поэтому где-то разрыв должен быть непонятно. Ну и целый ряд других проблем, которые тут автоматически в это вписываются. Но у нас почему была наиболее популярна теория? Потому что единственная доступная в бывшем Советском Союзе толковая Библия была Библия Скофилда. А Скофилд как раз является автором этой теории. Автором теории именно. Да, одним из авторов и ее основных пропагандистов. Потому что, вы же понимаете, до появления теории эволюции Дарвина никому в голову не приходило сочетать Библию с идеями эволюции. Потому что это порождение конца 19 века. Потом была попытка такого компромисса, как теория теистической эволюции. Вначале сотворил Бог эволюцию, а эволюция уже создала все остальное. Но сама идея эволюционного процесса никак не соответствует Библии. Сама теория эволюции имеет целый ряд проблем. И в конце концов мы должны понимать, что несвятой троицей эволюции является время, случай смерти. Выживание наиболее приспособлено означает умирание всех остальных. То есть получается, что Бог для формирования жизни использует смерть. И поэтому из либеральных теорий сегодня более популярна теория прогрессивного креационизма. Что Бог продолжает творить на протяжении миллионов лет, а нам кажется, что это эволюция. Но в этой теории тоже огромное количество проблем. Но это уже отдельная тема, технические аспекты всех этих вещей. Возвратимся к проблеме атеизма. Как Вы думаете, теория эволюции, каких, так скажем, три наибольших зла она принесла для человечества? Ну, наверное, одной из наибольших зол, которая принесла она человечеству, является теория социального дарвинизма. Которая утверждает, что люди находятся, разные народы находятся на разных этапах эволюционного развития. И нужно всегда помнить, что название книги Гитлера «Моя борьба» является прямой отсылкой на название книги Дарвина. Полное звание которой – «Происходение видов или выживание привилегированных рас в борьбе за существование». И вот Гитлер как раз выдвигает идею привилегированной расы, которая должна выжить в борьбе за существование, уничтожив остальные расы. Это, в общем-то, самое упиющее свидетельство, которое мы видим из этих проблем. Вторая проблема – это моральная деградация в обществе. Ведь если ребенку с детства внушают, что все, что есть, включая его самого, это лишь порождение случая, то с какой стати я должен кого-то слушаться, подчинять каким-то правилам? Я же случай. Понятно, когда рядом стоит городовой с дубинкой или родители, которые могут мне не дать еду, я могу слушаться их, но как только городовой отвернулся или родитель отвернулся, я могу делать все, что угодно, я их слушаю. И, наконец, если я прошел от обезьяны, зачем я вообще должен слушать старших? Родители, учителей, ведь они на целый шаг ближе к обезьяне, чем я. То есть устраняется идея предназначения в жизни человека, что если я создан кем-то, то для этого существует какая-то цель. Если я не соответствую этой цели, то я проживаю свою жизнь совершенно напрасно. Третьим моментом является вообще отношение к человеку как к животному. И мы помним, что в свое время антропология стала возникать, к сожалению, как наука одновременно с распространением теории эволюции. И это было не столько изучение культур и мировоззрений, сколько коллекционирование всевозможных сувениров и артефактов для наполнения музеев. Но в том числе музеи и зоопарки наполняли людьми из других культур, к которым относились как к животным. Примеры типа Отто Бенге, который всю жизнь провел в зоопарке. Таких примеров было неоградное количество. То есть все это можно обобщить одним высказом. Теория эволюции лишает человека человечности. Мы прервемся на этом, чтобы в следующий раз продолжить нашу беседу о опасности атеизма. Как вы видите, что атеизм или теория эволюции — это не просто идея, это опасное учение, которое приводит к необратимым последствиям. Вера в Бога приводит к возрождению человека и человечества, потому что это было задумано Творцом. Поэтому мы ждем встречи с вами в следующий раз на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и благословений вам от Бога. Субтитры сделал DimaTorzok